Сахарный сироп Сахарный сироп И многие настойки и наливки готовлю именно с ним Если вы желаете сделать то же самое Присоединяйтесь Итак, инвертируем 5 килограмм сахара Сейчас я уже поставил 5 литров воды в кастрюле Нагреваться на газ В который мы будем инвертировать сахар А пока мы с вами замерим количество необходимой лимонной кислоты Дело в том, что при инвертировании сахара Лимонная кислота выступает катализатором этого процесса И она крайне необходима Поэтому мы берем лимонную кислоту в расчете На 1 килограмм сахара 4 грамма То есть 5 килограмм на 4 Нам понадобится 20 грамм лимонной кислоты Что мы сейчас и отмерим Так 20 грамм лимонной кислоты отмерено То есть этот ингредиент готов И мы идем к плите Значит, вода у нас нагрелась Наша задача Нагреть воду до температуры 40-50 градусов Сейчас посмотрим, какая здесь температура Вот 43 градуса Это значит, что пора всыпать сахар Берем пакет с сахаром И высыпаем сюда полностью Первый пакет мы высыпали полностью Теперь размешиваем так, чтобы весь этот сахар растворился Если вывесить в виде сахара сразу весь То очень велика вероятность того Что часть сахара пригорит к дну кастрюли Нам этого не надо допускать Именно поэтому мы сахар засыпаем порционно Вот слышите, шуршание как бы песчинок сахара Одно прекратилось Это означает, что сахар практически весь размешался Значит, можно засыпать следующий пакет Всего у нас 5 килограмм сахара, как вы помните Вот так поступенчато Мы засыпаем их В нашу кастрюльку Сахар растворился Проверяем температуру Ну вот, в общем-то, еще не особо 50 градусов Значит, я напомню Смысл заключается в следующем Что когда температура поднялась до 40-50 градусов В этой кастрюле Мы с вами засыпаем сахар и полностью его растворяем После чего мы ждем, когда температура поднимется до 70 градусов Вот когда температура будет 70-75 градусов в этом пределе Мы с вами добавим сюда для реакции Именно лимонную кислоту, которую мы с вами замерили И потом будем продолжать нагрев до температуры 80 градусов Я могу сразу сказать, что многие классические рецепты Говорят о том, что нужно сахар прокипятить и так далее Я тоже делал сначала именно так Но после того, когда у нас пошел кризис Которого наверху не особо замечают А стоимость газа начала резко повышаться В целях экономии я вынужден был пересмотреть этот рецепт И теперь делаю таким образом Что нагреваю до 80 градусов Оставляю кастрюльку при 80 градусах На маленьком огне буквально на 5 минут После чего выключаю Начал я делать с целью экономии Но, как оказалось потом Энерголептические свойства самогона И настойка из него абсолютно не изменились Другими словами Вся вкусовая гамма самогона Она осталась такой же хорошей Как и тогда, когда я кипятил сахар Там порядка одного часа на плите Поэтому, на мой взгляд, сейчас это просто Ну, выкидывание денег В форточку Ну, или в Газпром Там, сами решайте Вот так вот Поэтому, значит, ждем Когда температура будет 80 И когда 80 Продолжаем наш рецепт Не 80, а 70, конечно 70 градусов Именно тогда засыпается лимонная кислота Проверяем Берем термометр И смотрим О! 71 градус Пора засыпать Значит, лимонную кислоту Мы всыпаем с вами Достаточно медленно Потому что Начинается достаточно бурная реакция И чтобы вот эта все Пена не пошла на плиту Вот смотрите, как это происходит Значит, берем ложку Начинаем размешивать И потихонечку всыпаем О! Реакции практически нету сейчас В середине Вот, однако, начинается бурление Засыпаем полностью Ну, бурление удалось нам с вами погасить Что очень хорошо Так, следующий момент Мы с вами выполнили Теперь далее Далее мы закрываем Снова кастрюлю И доводим ее До температуры 80 градусов Как только температура будет 80 градусов Я газ убавляю И оставляю буквально на 5 минут Чтобы немного все проварило После того, как сахар проварился Еще порядка 5-7 минут Газ выключается И кастрюлька остается на плите До полного остывания Все, господа Инвертируемый сахар готов С вами был канал Самогон Саныч Канал о настойках Наливках, закусках Подписывайтесь на канал Ставьте лайки До следующих встреч Вам здоровья И веселых застойей Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!